здравствуйте рад вас вновь приветствовать на нашем youtube канале енот постригун сегодня у нас на обзоре японская машинка с легким китайским ароматом drive 808 3s ну давайте посмотрим сначала упаковку здесь на нескольких языках надписи рекламные и сбоку характеристики что здесь можно отметить что три скорости легкая эргономичная мощная тихая быстросъемные ножи и вот очень подозрительная фраза современный двигатель обеспечивающий оптимальную мощность то есть не говорится о том что это мощная машинка вот оптимальная мощность то есть вроде как ее хватает но не на все ну давайте посмотрим еще немножко коробку и потом заглянем внутрь коробка компактная не стали делать огромный чемодан как некоторые другие бренды как допустим тот же baby лис который может там положить отвертку в чемодан метровый ну или как последней машинке волк до открывается она по-японски в обратную сторону и внутри все довольно таки простенькая картонная вкладочка не очень удачная не очень удобная один раз достав из него машинку обратно фиг запихаешь вообще непонятно кто где должен лежать инструкция на нескольких языках причем инструкция на русском языке могу сказать что написано с большим количеством ошибок не фактических ошибок а именно стилистических грамматических . как-то не очень удачно не очень дорогой перевод сэкономили на переводчике и на редакторе ну дай бог с ним комплектация в комплектации кроме самой машинки здесь можно сказать что ничего и нет есть щеточка для чистки есть флакончик масло ну вот в общем то и все иногда в комплектации добавляют ножи встречал я комплектации с двумя ножами в комплекте 0 1 и 3 по моему миллиметра там или 0 1 и 1 миллиметр не помню уже но конкретно вот этот машинка шла без ножей в комплекте но с другой стороны эта машинка снабжается стандартными ножами опять поэтому купить не проблема ножей отдельно хорошо давайте уберем коробку сторону инструкцию сторону и поговорим про саму машинку машинка имеет неброский дизайн отдающий китайщиной внешне пластик и пластик ничего хорошего или плохого про него сказать не могу скорее всего это какая-то разновидность abs недорогие материалы не знаю насчет качества насколько они износостойки сразу же подозрение вызывает что все это быстро затрется и сцарапается и будет выглядеть не очень хорошо примерно так выглядят всякие машинки с алиэкспресс но это чисто японский бренд на машинке опять же написано что made in japan то есть сделано в японии финальная сборка в японии вроде как должно быть все качественное но и в принципе по сборке здесь нареканий нет швы аккурат нигде ничего не топорщится в принципе сделано нормально эргономика нормально никаких чудес здесь нет но с другой стороны и в принципе придраться ни к чему лежит в руке нормально поверхность граненная не скользкая так что будем надеяться при работе не будет высказывать из рук но с другой стороны все-таки немножко устаревший эргономика это просто труба в руке да никаких там выемок чтобы там под ладонь как-то ухватиться то есть как не очень с эргономикой другой стороны модель 808 ей уже довольно много лет я не знаю лет 30 точно наверное есть этого третья итерация уже предыдущие итерации уже давно проданы китайцам они штампуют по лицензии с отвратительным качеством но тем не менее можно тужим gts 3 восьмерки взять будет тот же трайв 808 1 так хорошо эргономика норм вес 240 граммов без ножа на жизнь стандарта опять бывают очень разные бывают довольно легкие там порядка 30 грамм могут и 100 грамм весить зависимости от длины среза от толщины ножа хорошо машинка это у нас а роторная сетевая то есть работает только от шнура длина шнура у нас американская 2 и 4 метра не европейская трехметровая хотелось бы конечно же все таки три метра это было бы приятнее для работы длина никогда не бывает лишней мощность двигателя заявлено здесь 30 ватт но надо понимать что 30 ватт это вот здесь вот 30 ватт то есть это максимум на что способен вот вот этот адаптер то есть это максимум что может получать машинка но в стандартном режиме работы она будет брать конечно же меньше чем тридцажку давайте включим и послушаем как же она у нас шумит звук не сказать чтоб сильно громкий кроме того его можно уменьшить переключив на пониженную скорость здесь у нас у двигателя целых три скорости скорость регулируется от 1500 50 оборотов до двух тысяч 100 оборотов и промежуточная 1800 оборот ну не знаю мне кажется все будут стричь на максималке как-то так уж у нас появилось какая максимальная скорость есть на такой работаем удобно что есть отдельный выключатель и отдельный переключатель скорости это удобно давайте только проверим сохраняются ли у нас настройки при выключении была вторая скорость выключили включили опять работает на максималке переключен на первую скорость выключили включили и опять она колотит на максималке это конечно неудобно если вдруг кто-то хотел работать на минимальных оборотах ему придется каждый раз переключайтесь получается что вроде этот есть переключатель скорости но пользоваться им не очень удобно и быстро надоест и будете стричь на максималка и так обороты 2000 оборотов в минуту вроде бы мало по сравнению с маленькими аккумуляторными машинками у которых обычно в районе пяти с половиной тысяч оборотов но для мощного двигателя роторной сетевой машинки это нормально здесь заявляют 30 ватт но я сомневаюсь в этом чуть позже раскрутим машинку и посмотрим что же у него внутри вторая по важности деталь после двигателя это конечно же нож вот конкретно эта машинка досталась без ножей но к счастью у меня в загашнике есть ножи трайв вот в частности нож номер 0 то есть один миллиметр давайте скроем коробочка коробочка такая же простецкая как у машинки просто картон внутри нож упакованный в герметичный пакет этот я уже вскрывал поэтому он разрезано так пакеты запаяны чтобы влага не попадала и при хранении ножи не ржавели идет нож в комплекте с защитным колпачком не знаю зачем но он есть ножи трайв по отзывам всегда были хорошего качества никаких нареканий по ним никогда не было всегда хорошая сталь хорошо держащие заточку и так видим здесь вот размер 0 1 миллиметр зубчики достаточно длинные удачная конфигурация давайте попробуем надеть напоминаю надевается нож всегда на включенном моторе защелкиваем все на деле я не скажу что машинка тихо уровень шума у нее довольно таки средний не сказать чтобы она громкая прямо капец какая громкая но и не тихо никак допустим 805 трайв был который без ножа если нож снять вообще не слышно и так мы сказали уже что нож надевается у нас на включенной машинке а вот снимается он на выключенной здесь у нас есть специальная предохранительная кнопка чтобы нож сам по себе вдруг не снялся хотя слабо это представляю многие машинки обходятся без этой в общем-то лишней кнопки но тем не менее для того чтобы снять нож выключили машинку нажали кнопочку вниз и после этого просто надавливаем на нож он снимается все напомню еще раз что ножи здесь стандарта опять соответственно подходит сюда не только ножи трайв который не так часто можно встретить в продаже но и гораздо более распространенные в россии на же мазар а также на же эндис постера волу артера ну и еще сотни других наименований как фирменных так и откровенно китайских хорошо на этом пожалуй с обсуждением машинки закончим и давайте мы ее вскроем и посмотрим что же у нас там прячется внутри при разборке машинка разбирается на целую кучу деталей что не есть хорошо на мой взгляд то есть вот корпус разбирается на целых четыре части 1 2 крышка 3 крышка 4 крышка внутри у нас есть системная плата состоящие из двух частей одна часть это собственно кнопки были да и вторая часть это уже преобразователь питания это я так понимаю выпрямитель одновременно с понижением и вот мы видим двигатель как сами видите двигатель не поражает воображение своими размерами размеры здесь в общем-то такие же как и у большинства аккумуляторных машинок если что то вот вам двигатель от машинки энди с us prolly cordless а вот двигатель от этого самого от drive 808 как видите размеры у двигателей те же самые но маркировки на двигателе от drive я не наблюдаю маркировка здесь отсутствует но тем не менее невозможно ожидать от двух двигателей оба из которых являются коллекторами то есть оба они имеют щетки которые имеют одинаковый типоразмер и что мощность у них будет в разы отличаться напомню у двигателя эндис и us prolly cordless мощность около пяти ватт до примерно такого же размера стоит двигатель в машинках волл беспроводных примерно такого же размера двигатель стоит беспроводных машинках мозор и все они имеют мощность около пяти семи ватт здесь же у нас заявляется мощность 30 ватт но опять же это имеется ввиду только максимальная мощность то есть фактически мощность вот такая вот рядовая при вяло текущей работе без нагрузки без особой будет 5 ватт ну и если очень уж нагрузить двигатель то наверно он может кратковременно работать на мощности 30 ватт но если дать ему эту мощность на постоянно до нагрузить его как следует то он скорее всего сгорит кроме того у машинок волл эндис такие моторы работают на частоте порядка пяти с половиной тысяч оборотов здесь же обороты на выходе 2100 оборотов максимум почему потому что используется редуктор обычный в общем-то редуктор зубчатый да ничего тут такого сверхъестественно нет косозубая передача уменьшает обороты в два с половиной раза при этом здесь имеется подшипничек на поводке то есть вроде бы конструкция так ничего но здесь я уже замечаю следы ржавчине на все вылетело на оси поводка но в принципе место такое не критичная ржавчина и ржавчина и фиг бы с ней что еще хочется отметить у этого двигателя есть отверстие для охлаждения но проблема в том что вот этот демпфер резиновый он закрывает с двух сторон от вентиляционного отверстия проходы и вставляется жестко в корпус так что фактически место для циркуляции воздуха у этого двигателя не остается то есть в плане охлаждения вентиляции реконструкция у машинки очень неудачная и я думаю что вот на тех самых 30 ваттах если заставить работать то буквально за пару минут двигатель перегреется вместе с тем народ кто пользуется этими машинками для легких работ каких-то там для стрижки человеков либо там мелких собачек типа йорков отмечает что перегрев для машинок не свойственен то есть на стандартных режимах работы она говорится то не особо но и надо понимать что вот это вот редуктору потребуется периодическая смазка то есть не получится так чтобы купил машинку и 10 лет пользуешься никак ее не обслуживая машинку 808 дефис 3 или 3s от трав необходимо будет регулярно обслуживать хотя бы раз в год снимать вот эту вот крышечку она просто снимается потянув на себя и сдергивается примерно как у машинок эндис обнажите редуктор и периодически его смазать чтобы он был постоянно смазан чтобы у нас колеса зубчатой передачи не сточились здесь у нас колесо пластиковая шестеренка да соответственно при заклиненном моторе есть вероятность что у нас сломается не знаю уж насколько прочный пластик но тем не менее и эта шестеренка может и стираться так что не забывайте про регулярную чистку и смазку машинки но и ножей к ней чтобы ножи не дай бог не клинанула вас и не покрошила от этого шестеренку хорошо ладно кстати говоря о плате по качеству пайки здесь у меня особо претензий нет в принципе довольно чистенько не скажу что идеально отмытая плата все-таки замечание есть но не существенные в принципе все сделано относительно аккуратно но где-то на уровне эндис но не на уровне panasonic прям вообще даже не рядом хорошо давайте попробуем сделать выводы машинка заявленная мощность 30 ватт на мой взгляд это маркетинговая мощность реальная мощность порядка 5 ватт на постоянку которая может при увеличении нагрузки на нож увеличивать нагрузку на мотор машинка не самая тихая не самая громкая есть к ней куча ножей стандарта опять которые иногда идут в комплекте к этой машинке иногда приходится докупать отдельно что лучше бог его знает наверное лучше купить одну машинку без ножей но подешевле и потом ножи докупить отдельно те которые душе угодно для стрижки животных повторимся она не очень-то подойдет поскольку мощности маловато никак она не сравнится эта машинка по мощности стоповыми машинками от moser wall или эндис у которых моторы в разы просто больше в машинках для стрижки животных но тем не менее она отлично подойдет для стрижки людей для тех кто любит выносливый инструмент способные работать на потоке допустим как отличная замена машинки остер 616 которые окончательно сгавнились извиняюсь за свой французский качество стало ниже плинтуса но а те кто привык что работать одной машинкой без триммера просто меняя ножи там либо одна десятая миллиметра окантовочный нож либо там три миллиметра для снятия массы а здесь ножи прямо ассортимент шикарный от 1 20 миллиметра до 19 миллиметров у разных производителей не только утра их надо смотреть на то это просто шикарная замена 616 остеру гораздо легче 240 грамм эта машинка напомню весит без ножей против 620 по моему грамму 616 остера более компактный корпус соответственно лучше лежит в руке особенно в женской ну и в принципе гораздо более надежно все таки техника троев хотя вот это вот машинка уже изрядно дает китайщины хорошо на этом пожалуй все остались у вас какие-то вопросы задавайте их в комментариях под этим видео напоминаю что у нас также есть группа вконтакте енот постригун у нас также есть инстаграм енот постригун ну и у нас конечно же есть магазин енот постригун где можно приобрести различные машинки но вот это вот машинка у нас по моему даже не выставлено на продажу поскольку довольно таки редкие гости у нас это штучный экземпляр фактически ну и если вдруг хочется связаться с нами напрямую пообщаться пишите звоните у нас есть ватсап telegram контакты есть у нас на сайте магазина напомню енот постригу на руб на этом все пока пока